Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Братья и сестры, сегодня мы чествовали святого славного пророка, крестителя, Господня Иоанна, его усекновение. Вы помните этот евангельский сюжет, когда у Ирода был день рождения, и по этому случаю он собрал множество людей, ну, таких, которые были угодны ему. И пиршество было в разгаре, и вот появилась молодая девица, звали ее Соломия, и она начала плясать. И вот это танец, восточный танец, соблазнительный танец. Молодой девицы омрачил разум Ирода, он и без того уже был омраченный обильными возлияниями, винопитием, всевозможными поздравлениями, которые звучали в его адрес, что он самый лучший правитель. Ну и знаете, как обычно бывает в таких случаях. Даже те, кто ненавидят начальника, в этот день, конечно же, ему поют всевозможные дифирамбы. Так было и в этот раз, может быть, еще даже, знаете, так, еще более сильно, потому что все-таки Восток дело тонкое, и если там что-то не так, то могли и на плаху отправить. И, конечно, все пели соловьи придворные Ироду в уши. Он опьянялся, очаровывался самим собой. И вот, когда появилась эта соблазнительная, красивая, пляшущая девица, он совсем с ума сошел и сказал после этого танца «Проси все, что ты хочешь», как в той сказке, даже до полцарствия. Все, конечно же, смотрели и слушали внимательно, что говорит царь, тем более такие обещания. И, конечно, все ждали, чем дело закончится, что же попросит эта молодая персоналия. и она отправилась к своей матери Иродиаде и стала спрашивать, а что просить, как опытную и умную. А вы помните, что Иоанн Креститель, он обличал Ирода за то беззаконие, которое он совершил. Он отнял у своего брата Филиппа его жену. Но не просто отнял, а скорее она перебежала к нему, потому что он был более могущественным, Ирод, чем его брат Филипп. И они сожительствовали незаконно. Иоанн Креститель постоянно говорил, что недостойно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада ненавидела Иоанна Крестителя, как и Изавель, пророка Илью. И она всячески стремилась к тому, чтобы причинить ему вред или уничтожить. И все-таки она настроила Ирода против Иоанна Крестителя, хотя нужно заметить, несмотря на обличение, которое совершал Иоанн Креститель, Ироду, Ирод его любил. И он часто встречался с ним, он слушал, и сказано вот в сегодняшнем Евангелии, что он в сладость слушал Иоанна Крестителя. Слушал и не просто слушал, а он, сказано там, выполнял то, что говорил ему Иоанн Креститель. То есть, его сердце было исполнено почитание и уважение к Иоанну Крестителю. Но вот Иродиада, беззаконная женщина, она начала настраивать всех против Иоанна Крестителя. И тут, конечно, счастливая удача. Соломия вскружила голову Ироду, Иоанна говорит, проси голову Иоанна Крестителя. Вот задумайтесь только. Она не просит полцарства, она не просит каких-то привилегий, а голову Иоанна Крестителя. И там сказано в Евангелии, навожденно была Соломия Иродиадой. Вот знаете, как мы говорим навождение бесовское. Вот так и здесь используется это сильное слово навожденно. И вот с этими навожденными мыслями она отправилась к Ироду и заявила «Хочу голову Иоанна Крестителя на блюде сейчас». Можете себе представить пир этого деспота восточного. Тут блюдо за блюдом подносится все больше и больше. Вот даже были специальные такие помещения для того чтобы простите за подробности чтобы выйти можно было и вырвать то что ты съел для того чтобы продолжать дальше насыщаться. Я сейчас не помню это слово как точно называлось это место но вот тем не менее это место было и в общем-то такие извращения в пище были. И вот она говорит «Хочу голову Иоанна Крестителя на блюде». Знаете как очередное яство то есть вот это день рождения перерос в каннибализм и вот когда услышал Ирод конечно в каком-то смысле протрезвел наверное потому что он очень не хотел казнить Иоанна Крестителя но сказано там дальше очень важная вещь это каждому нужно нам помнить он ради клятвы которую он произнес перед этими людьми причем они пресмыкались перед ним но тем не менее он не хотел потерять как бы лицо перед этими пресмыкающимися ему не хотелось как бы пасть лицом как это можно сейчас сказать и он все-таки отправляет палача чтобы палач отсек голову Иоанна Крестителя и вот когда уже была принесена глава Иоанна Крестителя и Иродиада возрадовалась такому подарку но неожиданно Иоанн Креститель открыл глаза и начал говорить ей обличение и вот она в этот момент начала колоть иголкой его язык и вот братья и сестры что мы видим мы видим началось с блуда потом пьянство потом убийство вот эти три порока они постоянно связаны между собой где блуд там будет пьянство где пьянство там будет блуд в конечном счете убийство это убийство может быть таким подобным то есть когда убивают по наущению другого человека можно убивать словом вот почему потому что кто-то обличает грех и конечно блуднику это никогда не понравится это будет постоянная война это постоянно будет ожесточенная война вот и убийство может быть и аборт то есть все вот эти грехи они очень связаны вы знаете историю всем известную когда одному монаху явился бес и сказал я тебе не буду искушать больше если ты согласишься хоть на один грех из тех которые я тебе сейчас скажу пьянство блуд и убийство он так подумал ну раз он не будет меня искушать такой глупый монах был вот значит уже больше не будет меня искушать этими грехами думал ну ладно убийство слишком тяжелый грех блуд тоже согрешу-ка я пьянством ну я зато отстанет от меня бес ну конечно бес уж нельзя верить это все знают но вот этот монах забыл об этом он пошел куда-то там в корчму какую-то напился до потери пульса тут какая-то увязалась за ним пригласила его домой мужа не было там он согрешил блудом и тут внезапно как всегда по так сказать жанру появляется муж в гневе завязывается дракой монах убивает этого мужа то есть мы видим что эти грехи всегда очень между собой связаны поэтому всегда братья и сестры нужно помнить что грехи они знаете начинается с маленьких а потом все начинает расти расти и больше ожесточается сердце и в результате когда мы видим гневающуюся блудницу то ее всегда называли в церкви иродиада беснуется всегда говорили когда ей кружит голову грех блуда начинается всевозможная зависть или что-то еще вот она начинает бесноваться и начинает обязательно того кого значит нужно она толкает значит на другие грехи гнева и прочее 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 поэтому очень важно братья и сестры помнить что все это порочный круг нужно всегда избегать этого в мыслях а иначе закончится это все плохо в результате человеческая душа попадет в ад в погибель вечную поэтому каждый пусть подумает как хорошо человеку когда он может войти в рай нашему господу который только единственный нас по-настоящему любит когда мы посмотрим на всех святых мы видим что прежде всего это люди исполнены божественной любви потому что все остальное вся эта любовь которая есть человеческая земная она может быть и хороша сама по себе но она в результате знаете такая очень потребительская ты мне я тебе это всегда построено на корысти всегда люди требуют друг от друга что я вот тебе вот а ты вот обязательно вот как-то должен мне вот своей какой-то любовью своими какими-то ну в общем-то вы знаете все как это обычно происходит не буду много говорить а божественная любовь это совершенно другая любовь она человеческую душу преображает преображает прежде всего на бескорыстие на на чистоту помыслов на чистоту действий и мы видим всех святых которые были преображены этой божественной любовью как они стали прекрасны и особенно мы всматриваемся в евангельский лик Христа и видим как же все-таки Христос наш прекрасен наш Бог который единственный в этом мире хочет человека простить вот вдумайтесь вот просто мы даже не задумаемся иногда а вот подумайте вот если вы там оказались я не знаю в суд на вас подали или где-то оклеветали перед кем-то всегда с вас будут требовать обязательно там что-то потом даже если выдавят с вас то что нужно все равно скажем ну мы подумаем простить себя или не простить а Господь просто хочет простить человека чтобы человек не нес это тяжелое бремя чтобы он не нес эту тяжелую ношу вот вдумайтесь только понимаете он просто хочет человека простить он ради этого пришел для того чтобы освободить человека от греха я всем вам желаю чтобы благословение Иоанна Крестителя он учитель покаяния мы все знаем покайтесь приблизилось Царство Божие и вы знаете как-то один батюшка рассказывал такую историю говорит я пришел домой и какой-то родственник говорит ну как это говорит вы Иоанна Крестителя праздником называете вот усекновение это же ему отсекли голову а отец этого батюшки говорит такие слова посмотрите ему отсекли голову за Бога за правду он оказался без головы ради Бога а у нас люди теряют голову не ради Бога без головы ходят вроде бы голова на месте но мозгов там уже нет ума там уже нет братья и сестры поэтому безголовый не тот кто отдал свою голову сложил ради правды Божией а тот кто просто ее знаете так отдал превратил знаете как называется грешник еще в святых текстах называется игралищем бесовским знаете что такое игралище это мяч футбольный мяч так называли на славянском игралище и вот в результате превращается голова человека в игралище в мяч потому что бесы футболят эту голову поэтому Иоанн Креститель он свою голову отдал Богу и поэтому мы совершаем усекновение как праздник да в этот день мы постимся строгий пост в этот день это день трагический но в то же время это и праздник большой потому что правда Божия восторжествовала ее невозможно замолчать и с тех пор в 2000 лет голос Иоанна Крестителя звучит во всех храмах вселенной и всякий кто читает Евангелие он слышит слова Иоанна Крестителя покайтесь приблизилось Царство Божие ну храни все Господь с праздником обратить